Квартал счастливых людей! А реализация подкачала. Это выгода только управляющей компанией. Зимой нужно открыть окно для того, чтобы помыться в ванне. То есть это все течет, здесь видно, что проходит электричество. Держится на слезах так же. Еще один из главных, наверное, вопросов. Вы, собственники, мы пришли решать вопрос. Просто вот так ходить по помещению, снимать каждое лицо. Вот дому 8 месяцев. Здесь еще был просто потрясающий запах канализации. Когда мы покупали квартиры, здесь, в принципе, организация пространства оставляет желать лучшего. Уважаемый застройщик, скажите, пожалуйста, так и должно быть? Это ваш стандарт качества? Друзья, добрый день! Я Андрей Артемов. Одно дело – это застройщику сдать дом. Второе дело – это качественно его обслуживать. Давайте послушаем, на что сетуют жители жилого комплекса «Солнечный город». Здравствуйте! Меня зовут Яна. Я являюсь собственником квартиры в ЖК «Солнечный город». И хочу рассказать вам, как мы здесь живем. Нашему дому уже практически год. И, соответственно, можно увидеть, что построил нам застройщик, и что от этого осталось благодаря нашей чудесной управляющей компании. У нас есть красивая площадка, которая уже разрушается, и управляющая компания ничего не хочет с этим делать. У меня там, кстати, вчера ребенок попытался повредить себе руку. Вот этот ребенок. У нас есть отмостки. Во всех домах отмостки разрушаются, потому что застройщик выбрал сейчас себе другую технологию строительства. Раньше, если они засыпали эти отмостки песком и прессовали его, то сейчас они это делают грунтом. И у нас во всех практически домах отмостки ведут себя очень плохо. В нашем доме есть очень красивый этаж. Наверное, самый красивый в этом доме. Все потому, что здесь вот такая вот красота. Вот, смотрите. Это потеки, это канализация. То есть это не просто так все происходит. Собственник, который купил квартиру здесь за много миллионов в этом доме, он просто жил, радовался жизни, потом уехал в отпуск, а потом у него выяснилось после приезда, что у него там в фановой трубе была течь. И все это текло под пол. А потом это все потекло по этажу. При этом управляющая компания говорила, что они устранили все это. Но они устранили только через месяц, после того, как мы обнаружили. Мы, другие собственники, которые живем в этом доме. Здесь еще был просто потрясающий запах канализации. Он есть до сих пор. Сейчас прошло уже два с половиной месяца. Сэтл Сити не делает ничего сейчас для устранения пролива канализации. На этом этаже ни-че-го. Они только поменяли трубу в квартире у собственника. И все остальные люди продолжают в этом жить, к сожалению. Гарантийный срок устранения 19 сентября по акту. То есть вы можете себе представить сейчас июль. Прошло уже два с половиной месяца, как люди в этом живут. И они вынуждены жить еще практически до конца сентября в этом. Это просто ужасно. Вот так вот мы живем. А еще у нас умерли почти все кусты. Тоже благодаря управляющей компании. Но про то, что они у нас очень плохо убираются, это уже можно не говорить. Меня зовут Ольга. Я собственник квартиры в Солнечном городе. Хотелось бы обратиться к генеральному директору управляющей компании «Цивилизация» Семеновой, так как она на протяжении восьми месяцев отказывается от встречи с инициативной группой нашего района. То для нас вызвали сейчас охрану. Мы собственники, мы пришли решать вопрос. А нас ни во что не ставят, так как для чего вот эта вот компания управляющая. Для чего? Когда происходит у вас воспалятие, то у вас не дозвонится. Вы же не мешаете работать в России. Это вы нам не мешаете. Мы подошли. У нас человек делегирован, который задает вопрос. Мы сказали, мы хотим постоять и послушать ответ. Потому что мы собственники жилья. Приходили к ней неоднократно на отказ и уходить из кабинета. Связи никакой нет. У нас накопилось большое количество проблем и вопросов, на которые нам бы хотелось получить ответы. Поэтому управляющая компания 27 августа 2021 года провела общее собрание собственников в нашем доме. Три корпус, два, три, три. Ну то есть во всех десяти домах 10-11 корпусов. Ну самое интересное, это то, что до ноября 2021 года никто из собственников ключи не получил. Дома еще не были переданы. Какие собрания могли проводиться и какие дольщики могли голосовать, это неизвестно. Поэтому возникают вопросы, что это было за собрание 27 августа, о котором все скрывают. Обращались в жилищную инспекцию неоднократно. У жилищной инспекции нет информации об этом собрании. Документы также отсутствуют. Обращались в администрацию, то есть этих решений, протоколов также никто не видел. Мы каким-то образом отменили конкурс. На данный момент мы написали заявление в прокуратуру. Сейчас будет вестись прокурорская проверка. Но просто возникают вопросы, почему все нужно делать через прокуратуру. Почему на протяжении 8 месяцев генеральный директор не дает ответы на эти вопросы. Цивилизация управляющей компании нас уведомляла о собрании вообще странным образом. То есть они отправляли нам уведомления в еще не сданный дом примерно 26 октября. Хотя мы ключи начали получать кто-то в ноябре, кто-то в декабре. Мы хотели бы обратиться к госорганам Санкт-Петербурга, все-таки заняться этим вопросом. Потому что так обращается большое количество людей. И нарушение законодательства Российской Федерации, наверное, не совсем приемлемо. Потому что мы его все должны соблюдать, включая управляющие компании и государственные структуры. Поэтому хотелось бы обратиться все-таки с просьбой провести серьезные проверки по всем собраниям, которые проводились этой управляющей компанией. Стребовать все документы. Еще хотелось бы обратиться к руководству Сетал Инвест, застройщика, у которого мы непосредственно покупали квартиры. Который непосредственно заключал первоначальный договор с данной управляющей компанией. Так как мы все считаем, кто здесь проживает, что собрания данной управляющей компании были нелегитимны. Но, как они отвечают, им все равно. Орещайте свои вопросы сами. Отправляют нас самостоятельно обращаться в жилищную инспекцию. Я считаю это неприемлемым. Так как эту управляющую компанию нашел застройщик. Поставил он ее. И на данный момент договор действует у Сетал Инвест этой компании. Сетал Инвест представители, юристы, руководство должны встретиться также с нашими жителями. Мы просим обсудить насущные проблемы и составить совместное обращение в жилищную инспекцию, в прокуратуру. И добиться какого-то ответа. Потому что застройщик должен нести свою ответственность за принятое им решение. Еще один из главных вопросов. Также госпожа Семенова, гендиректор управляющей компании «Цивилизация». Это голосование, которое у нас проводилось в ноябре по март. И в котором были дополнительные вопросы по сбору с нас дополнительных взносов. На модернизацию видеонаблюдения и на систему ОСКУД. По поводу видеонаблюдения. Тут, конечно, хотелось бы спросить у застройщика. То есть у нас только дом сдан. А управляющая компания утверждает, что у нас видеонаблюдение ненадлежащего качества. То есть не прошло даже, не знаю, полгода, оно уже ненадлежащего качества. Почему его нужно финансировать в районе от 700 тысяч до миллиона рублей по каждому дому, чтобы оно нормально функционировало. Поэтому хотелось бы вообще получить ответ. И действительно ли застройщик поставил плохое оборудование, которое надлежит замене. Либо управляющая компания нам чего-то не договаривает. Также волнует система ОСКУД. То есть это прибор, который будет снимать показания потопления. Он стоит на дом, а у нас выходит в среднем по 700 тысяч рублей. Не совсем понятно, что этот прибор дает нам, как жителям этого района. То есть, как нам объясняет управляющая компания, сейчас мы с квартиры платим за сбор показаний по отоплению 50 рублей с квартиры. Если они купят этот прибор за 700 тысяч рублей, мы будем платить 28 рублей. Ну так, если посчитать, этот прибор окупится через лет 15 у студии, через лет 30 у двушки. Ну то есть для нас никакой финансовой выгоды нет. Это выгода только управляющей компании. И никакой необходимости в покупке этого прибора нет. При том, что у нас большое количество проблем в доме. Текущие крыши, придомовая территория, засохшие деревья. У нас есть более насущные проблемы, которые требуют оперативного решения, которые влияют на нашу жизнь и здоровье, на наших детей, на разрушенные площадки. Где ребенок может упасть, пострадать. А управляющая компания хочет купить прибор, чтобы снимать показания, экономить нам якобы 20 рублей с окупаемостью через 30 лет. А по данному факту мы управляющей компанией написали обращение к Семеновой с просьбой все-таки заморозить данные средства, которые мы выплатили. А Семенова прислала нам ответ, что она отказывается от нашего предложения. И все-таки она намерена потратить эти деньги. Мы предложили ей начать в нашем жилом комплексе. Все с чистого листа, начать все сначала. Мы простим, забудем, закроем глаза. Проведем общее собрание, выставим вопросы заново все. И все заново проголосуем честно, открыто, как и должно было быть изначально. Вроде бы предложение хорошее, открытое. В чем проблема проголосовать заново и начать жизнь сначала. На что мы получили достаточно хамский ответ, полный отказ от заморозки денег и проведения нового общего собрания. Причем всех жителей Солнечного города назвали организационной группировкой. Что является вообще для нас, в принципе, оскорблением. То есть у нас есть свои оппозиции, мы отставим свои личные интересы. И нас уже какой-то преступной группировкой связывают и оскорбляют. Не совсем понятно. Мы также хотели по этому поводу у госпожи Семенова получить пояснение, на основании чего она нас, как собственников, и ее клиентов оскорбляет. Такими высказываниями нам это тоже не совсем понятно. За счетом настроения этой управляющей компании нам просто непонятно, в принципе, как можно дальше жить и взаимодействовать. Управляющая компания не идет на контакт, от нас скрывается генеральный директор. Ситуация встала в тупик, и дальнейших отношений у нас не складывается, не может быть без диалога, в принципе. Хотели бы все-таки задать вопрос. Мы сейчас выбрали другую управляющую компанию, с которой мы будем проводить голосование, и будем всеми домами в Солнечном городе переходить в новую управляющую компанию. Там был мороз, то есть они стояли все на улице по 4-5 часов, управляющая компания не отдавала им ключи, пока они не подпишут эти бюллетени. Сейчас нет ни одного человека, который был бы за видеонаблюдением, вот в чем вопрос. Они не помнят, что они подписывали, потому что они были в состоянии на морозе 20 градусов простоять. Добрый день, меня зовут Снежана, я собственник квартиры в Солнечном городе, данном прекрасном ЖК. Мы с инициативной группой собственников приходили в приемные часы к управляющей по вопросу документов на сервер, которые нам показали документы, показали документы на текущий сервер, на текущие видеокамеры, и объяснили, зачем, с какой целью это все меняется. Пришли в составе 5 человек утром с 11 часов, это был как бы вторник, приемные часы, была вызвана охрана, то есть проходит 5 минут, в помещение приемное заходит сотрудник охраны в составе двух человек. Нам сказали, что они пришли налаживать общественный порядок, что мы здесь себя ведем неправильно. Один из сотрудников достает свой личный телефон и начинает снимать нас на камеру. Просто вот так ходить по помещению, снимать каждое лицо. Два сотрудника охраны, которые наняты управляющей компанией с целью охраны жилого комплекса наших интересов, за наш счет и защищали интересы непосредственно управляющей. Этот инцидент был зафиксирован, мы вызвали участкового, был составлен протокол, почему они используют охрану, которую оплачиваем мы, с целью защиты своих интересов. Мы уже не можем спокойно находиться на территории своего жилого комплекса, мы боимся за свою жизнь, за жизнь своих детей. Это, кстати, у многих вот эти производители и все двери такие. Смотрите, у нас какая тут красота. То есть, если вы покупаете на втором этаже квартиру на ДМОП, имейте в виду, что у вас может возникнуть аналогичная проблема. Сэтл здесь не утеплил изнутри первый этаж и, соответственно, у людей возникла проблема. И вот таким вот образом Сэтл решил устранить проблему. Они просто насверлили дырок в фасаде, запенили и кое-где даже покрасили. Но проблему полностью у людей, к сожалению, это не решило. Поэтому думайте несколько раз перед тем, как выбрать квартиру. Смотрите не только на планировку, но и на расположение квартиры на этаже и по высоте здания. Вот дому 8 месяцев. Вот это деформационный шоп. Вот он такой у нас красивый. С ним никто ничего не сделает. И Сэтл уверяет, что это нормальная история. И, в принципе, с этим можно ничего не делать. Нам не очень, конечно, нравится в этом жить, но мы никак не можем на это повлиять. Эта спортивная площадка находится по адресу улицы Генерала Кравченко, дом 7, корпус 3. У нас с ними общая территория. То есть я тоже имею право пользоваться этой территорией. И мои дети, соответственно, тоже. Вот такую вот красоту мы наблюдаем в течение последних 8 месяцев. Вот смотрите. Мой ребенок может пойти и повредить себе конечности элементарно, потому что здесь резинового покрытия можно сказать, что нет. Здесь просто гравий и земля. Можно зацепиться и упасть, и удариться. Здесь, в принципе, организация пространства оставляет желать лучшего, но вот это, это просто ужас какой-то. Я не могу себе представить, чтобы застройщик такого высокого класса мог себе позволить строить спортивные детские сооружения вот так. Когда мы покупали квартиры, у нас на визуализации были прекрасные закрытые дворы. Я еще раз напомню, наша управляющая организация прекрасная цивилизация. И они, во-первых, не могли закрыть ворота наши 7 месяцев, а во-вторых, они до сих пор не могут сделать концепцию закрытого двора закрытой, потому что через эти чудесные ворота можно просто пройти. В апреле месяца текущего года были замечены трещины у парадных. Я написала обращение в управляющую компанию, по данному моменту было принято в работу. Сказали, что в гарантийный отдел передали. Прошло, получается сейчас июль месяц уже, я обратилась в управляющую компанию. Она не отвечает, обратилась в Сеттл с вопросом, когда это будет устранено, была ли проведена комиссия, составлен акт, на что Сеттл ответил, что им до сих пор по этим трещинам не поступал ни один акт. То есть эти трещины не зафиксированы, никто о них не знает, застройщика, соответственно, в работу они не приняты. И они вот настолько глубокие, никто не знает их природу. По всему периметру нашего дома вот такие вот обвалы, обмостки, соответственно, это опять же на протяжении длительного времени ничего не делается, ничего не исправляется, и непонятно, да, как бы, по какой причине это все произошло. Вот такая красота примерно с марта происходит с потолком, то есть это все течет, здесь видно, что проходит электричество, соответственно, это все в аварийном состоянии. Сеттл отписывается просто, что это все принято, что работают, что занимаются, а вот и ныне там, то есть ничего не происходит, мы видим, что как бы не устраняли. В связи с этим у меня вопрос к гостроенадзору, как вообще принимались эти дома, то есть как проверяли состояние крыши, подписывали документы, и как эти дома вообще передавали вот в таком состоянии людям, здесь просто опасно находиться, здесь опасно жить, это в любой момент может замкнуть, и все как бы сгорит. Уважаемые руководства застройщика Светл Инвест, у меня к вам большое количество вопросов по поводу восьмых этажей и вообще качества вашей постройки, потому что во всех домах в солнечном городе протекают крыши, у нас желтые потолки, в некоторых домах уже их меняли по два раза, и вопрос, насколько долго это будет продолжаться, почему вы не можете устранить причину протечек, и просто если мы посмотрим на видео, то есть везде круглые пятна, какие-то дырки в потолке, обваливающийся бетон, там идут электрические провода, и мне просто интересно, каким образом вы прошли проверку пожарного надзора, и каким образом все ваши дома были приняты гостроенадзором с такими нарушениями. Сейчас, если замкнет проводка в любой момент, наш дом просто сгорит, и поэтому хочется понять, почему вы на это не реагируете, не принимаете никаких мер, и почему государственные органы на это закрывают глаза. Самое главное, просто сетл инвес, застройщику, учредительному руководству, большая просьба, мы за вами 8 месяцев уже бегаем, пишем большое количество жалоб, прокуратуру, жилищную инспекцию, лично вам, пишем ваши соцсети, вы нас вообще не слышите, наши дома находятся в ужасном состоянии, и мы всем солнечным городом требуем, чтобы вы выполнили свои обязательства перед всеми собственниками, которые покупали у вас квартиру, выполнили все обещания, которые вы давали людям, рисовали свои красивые проекты, и привели дома согласно СНИПам, нормам, ГОСТам. В моем доме жильцы задавали вопрос по поводу вот этих вот перил. Дети, когда садятся вот так вот, и потом встают, бьются головой. К сожалению, у нас уже был такой случай, но застройщик отказался с этим что-то делать. Но здесь, посмотрите, здесь еще лучше перила. Посмотрите, какая прекрасная покраска у них осуществлена. Подтурная ржавчина. Да, вы... Скажите, что они еще вот так стоят. И если вы обратите внимание, то они стоят не совсем прямо, а они немножечко упали. Причем упали сразу при строительстве дома. Так вот, уважаемый застройщик, скажите, пожалуйста, так и должно быть? Это ваш стандарт качества? Уважаемый управляющий компания нашей цивилизации, хотелось бы сказать вам огромное спасибо за высокий уровень обслуживания. В очередной раз убеждаемся, что вы нам устроили в доме свалку, сбор какого-то мусора. Просто проводить работу. Есть кто? Прием! У нас еще есть очень интересный дом, где существует обратная тяга в вент-канале. К сожалению, эта проблема массовая. Вот у меня здесь есть очень много актов. Эти акты составил Сеттл. То есть это не мы написали, это было обследование, была комиссия по каждой квартире. Вот у людей, просто представьте себе, у них обратная тяга из вент-канала до 5 метров в секунду. Это документально подтверждено. У людей зимой был конденсат на вент-шахте, у них отклеивались обои, у них мерзли дети, потому что им говорили, что им нужно открыть окно для того, чтобы у них была вентиляция. Представьте себе, зимой нужно открыть окно для того, чтобы помыться в ванне. Я себе такого представить не могу. А сейчас они говорят, что они с этим ничего не могут сделать, потому что лето, все уехали на лето, и обследовать нормальный объект они не могут. Также прошу обратить внимание государственного строительного надзора на этот дом по адресу улица генерала Кравченко, дом 7, корпус 1, и произвести какие-то внушаемые действия застройщику для того, чтобы он все-таки смог устранить этот дефект, и люди могли нормально пользоваться своими квартирами без обратной тяги 5 метров в секунду. А, ну вот это ящики мне сразу напоминают почти как в советских померках. У них должны были быть ящики серебристые, с деревом, да. И им привезли новые ящики, вот они почему-то еще... Я помню, когда снимал, мне с этого представитель говорил, что они типа дерево поставят там, но это вот эти первые дома. Они не скоро ставят, они уже столько обращений написали, в том числе и в контакте с Этлу, но вот в результате им просто поменяли ящики. В нашем доме вот этих порожеков нет, у нас все это тело уже. Да, вроде бы он мятый, но он есть и хотел. А у нас, вы нашу тифру увидите, это вообще просто картошка. Вы про эту ямку, да? Концепция закрытый двор. Про калитку, да? Слушайте, как ее ветром прикольно махает, машет. А потом доводчики отвалили, побери ты, чтобы кто-то подъехал. Переездом. Яна, мы у мусорки. Бегом сюда. Здесь прям огонь. Ого! Ух ты! Сколько картоуна! Так это, я вам скажу, знаете, вот это для чего? Это сотрудники, управленческая компания сдают картоуна. Они еще берут в нарушение пожарной безопасности вообще. Она не может быть летом. Ну, я не знаю, можно ли здесь хранить это или нет. Нельзя. Хранение запрещено? Здесь еще лестницы, вот здесь вот куча, я так понимаю, дефектованных металл задают. Слушайте, ну лестницу я все стремянку забрал, нормальная стремянка-то сведет. И вторая есть. И вторая, да. То есть люди, которые живут в этом доме, им повесили объеме... Походу мы остаемся в мусорке, ребят. А, надо, надо, надо. Строительный крупногабаритный бытовой мусор не выбрасывать в пухто, потому что мы здесь храним картон. Это класс просто. Что, запишем ролик, что ли? Запишем? А я уже пишу. Слушайте, ну тут два ваших роста. Твоя коронная. Бордюр вот этот вот. Это декоративный элемент. Это тоже так типа нормально. Так, протечку я нашла, кстати. Слушайте, классный, кстати, замок экологичный. Да ладно, замок там как бы снизу можно спокойно. Так, а для чего у вас стекер снизу, если он куда он? Воздух, с него водичка копает. Нет, ну я... Как за кня? Как, как? Вот, на второй штекер. Вот за таким забором. Слушайте, я, честно говоря, думал, что мы зашли на стройплощадку, вот честно. Пока вы мне не сказали, что это реально уже сданный дом. Вот здесь, видно, живут люди. Красивые березки. Здесь асфальту застройщика не хватило. Очень странно. А здесь это... У вас здесь корова где-то есть? Декоративная. Слушайте, это, похоже, прямо сейчас течет, да? Это сейчас течет, да. Это отсюда тоже текло? Да. Это вот здесь. Это вообще... Друзья, здесь такой классный аромат, что девушки затыкают одежды и носы. Кто-то уже звонит в полицию, вызывает сюда МЧС, чтобы откачать. Наверху, кстати, запаха больше, поэтому лучше вниз идти. А, вон там все течет. А, вон там все течет. А, вон там все течет. Посмотрите. Слушайте, это они взяли обычную гофру, в которой идет кабель. И они так делают. А это электрические кабели? Там, например, вложены. Подождите, что ли? Ну, вот, например, вот этот, который оранжевого цвета, это слаботочка, это пожарка, сигналка. Ну, и получается, влага, скорее всего, да? Да, и течет. Нет, влага, и течет. Скорее, да? Да. Нет, как он вкрызгал? Как сюда? Я не понимаю. Ну, вот здесь на фасаде хорошо видно, что штукатурили. Видите, сетка осталась голая, не доштукатурили. Дорога. Едем-едем, поднимается шлагбаум, а здесь у нас бордюр. Если у вас машина с низкой посадкой, то лучше сюда не заезжать. Когда сданы дома, у тебя здесь стол должен стоять, я так понимаю, осветительный, либо еще что-то, а этот торчит, конечно, неправильно, согласен. Вот, кстати, вот эта секция образцово-показательная, там придраться практически нет, чему разве-то... Там же мы ее намыли и открыли нам, чтобы... Да, мы из-за проверили. Проверили с ней. Нет, ну там-то она против... Ну, там только если клинингу, опен в ноге. А это крякнуто, я так понимаю, да, вот это вот разбитое... разбитое козырёк. Ну да, здесь такой же должен быть. Забирайте домой. Все таки запишем, сломали. Закрыто? Закрыто, сломали. Ломайте дверь. И мне кто-то из управляющих компаний цивилизация доказывал, что ИТП у нас не в подвалах. Там вывезка ИТП. А вот это ремонт отцветла. Да, кстати. Они даже шапчину практически отцепили. Они его... Но все равно двери, вот посмотрите, это нога... Они будут мазать, размазывать, а он станет матом. Ее управляющая компания говорит, что она не приняла мопу у застройщика. При этом застройщик, ей запись телефона в разговорах, подтвердил, что все секции, в которых уже идет выдача ключей, переданы управляющей компанией. Нет, переданы, это не значит, что... То есть они переданы... Приняты. А, ну если приняты, то да. Вот, смотрите, тут очень красивая цифра. Да. Шикарно. Слушайте, знаете, мне вот эта рамка напоминает вот эти форматы А4 файлика, и там бывают они такие красненькие, синенькие, но в общем, похожи очень. А здесь это так дизайнерские, и куска нет. Как вид из окна? Ну, газончики делают. Газончики зелененькие. Отсутствие деревьев. А зачем им деревья? А зачем деревья? Тут самолеты летают. А, ну да, тут светлая полоса. А, ну вот смотрите, они все в одном стиле сделаны. Ну, прикольно, прикольно на самом деле. Но смотрится, ну, вот, цвет, ну, смотрится очень просто. Они вписываются, они вписываются. То есть, как бы, там, где... То есть, они же, это как бизнес позиционируют и комфорт тоже. Но все равно в предыдущих, вот, как минимум, металлические. Ну, металлическая дороже просто. Да, вот, для заднего. Но все горит через это длин. И в поле... Вот это мне нравится. Почему сетку не поставили? Нету кожуха в защиту. Это здесь еще чистый. Да, здесь еще чисто. А вот и это. Ну, почему это нельзя было втопить нормально? Ну, потому что... Такой уровень профессионалов. Могли бы герметиком здесь замазать. Смотрелось бы намного лучше. Вы взяли же свои ключи смело. Так, еще раз. А, они здесь ключи прямо вставляют. Ну, зато не потеряют. И только, опять же, нету деревяншую. А это специально не так? Ну, это и ледовая защита. А, это все защитные. Спасибо. Не подключили. Не подключили. А рейки, наверное, тоже расходятся. Зазоры кривые. Ну, тут рейки расходятся. То есть тут вообще... А рейки это просто тонкий-тонкий металл. Я можем было просто их сделать, если как-то нужно? Подождите. Вот здесь что-то должно быть, я помню, по проекту, по рендерам у застройщика, да? Или нет, или мне кажется... Вот ящики, я точно помню, что деревянная окантовка должна была быть. И зеркала нет. А, зеркала не хватает. Ну, вот. Зеркал нет. Смотри, ты видишь, какие у камня. Это дизайн, посмотрите. Это прекрасный дизайн. О, я-я-я. Юль. Вот хочется сказать, что... Вот хотел сделать застройщик красиво, а реализация подкачала. Ну, вот посмотрите, вот рядом даже вот краска. Вот как они покрасили. Я без строительного образования крашу намного красивее. Ребята, вы делаете для себя, а они это делают за деньги. Ну, если у вас нет квалифицированного персонала, наймите его. Наймите меня, я вам покрашу все красиво. Через неделю смотрю, такая в каске, такая с валиком. Вы посмотрите, мы говорили вам о вот этих метных штуках. Да. Вот. Их нет. Здесь щелкнутся как мельки. Посмотрите, они цепляют. Вот, да-да-да, видно, что они чуть выше. Они выше, так они еще застрой наступляют. Да. Я вижу. Ну, ну, сколько правил. Ну, взрослого, может быть, нет, но ребенок может... Ребенок зацелил. Я взял из тела. Юля, я указывала застройщику вот на этот дефект. Более того, кнопка не работала. Они починились, действительно, да? То есть, сейчас жимофон работает, все открывается. Ну, а вот это... Закрепить не смогли. Закрепить они его не смогли. Он вообще вот, он выходит полностью. Сейчас у нас прокрашено колясочное. У меня дочке 5 лет, она красит намного лучше. Вот вы вот про это? Вот нам ваши проблемы. Вот про это, вот про эти пятна. Вот и это вот. Но вот сдали только что новый дом. И главное, что сейчас происходит, то, что цивилизация валит на сеттл, сеттл валит на цивилизацию. Это все, весь дом обгрызан. Абсолютно весь. Это можно по-разному. Сцепиться тут аккуратно. Ну, хотя бы вентиляция есть. Хотя. А почему наполовину? Да, 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 выездано наполовину. Да, да. Ну, потому что больше нету. Мне кажется, я там упаду. Слушайте, ну, двор сразу вот красиво, красиво. Вот, красивый. Вот, вот, я бы очень... Уютный, уютный. Я, пожалуй, можно здесь останусь во дворе? Мне больше ничего не надо. В двор здесь. Качелик только у них... Или есть вот качелик. Вот это, вот, вот для карликов. Нет, это, ну, для детей, я так и я уже видел, это реально крутая штука. Понятно, потому что они два раза больше в наших домах. А, а потом вот так вот делаем. Нет, а разным я видел и вот такие, вот такого диаметра и намного больше. Вот как черный вот этот круг. А, больше. А здесь, смотрите, урны-то из нержавейки уже. Из нержавейки. Слушайте, здесь как будто в лесу. Да, мне надо. Но они сдохнут. Уже, по идее, должна обслуживать, выполнять уборку. Вот этот вот чехол, пленку. Это только накидали? Нет, вот эту пленку с горки снимала девушка. Я на какого числа? Напомню, пожалуйста. Когда Нина принимает? Когда Нина, 6 июля, опять же, то есть, 6 июля... Подожди, такого договора же там вообще 1 месяц они живут. У нас нет договора с управляющей компанией. А, у нас даже не проходит общее собрание. Нам только выдают ключи. Этого я смогла добиться только благодаря СЭТЛу. Общению с СЭТЛом цивилизация стопорнула общее собрание собственников. Но мы не знаем, у нас сейчас идет конкурс городской, идут торги. Мы не знаем, принесут ли цивилизация протоколы или не принесет. На этой неделе они должны были мне позвонить и назначить встречу по поводу договора, бланков. Вот кто ломает горки. Управляющая компания уже изначально отворачивается спиной к людям и не хочет с ними вести никакого диалога. Сейчас, по идее, поскольку общее собрание собственников в доме не проводится, бланков нет. Договор, который я просила выслать мне, наверное, в начале июня, так и не прислали на почту. По идее, управляющая компания должна работать по договору с застройщиком, который действует три месяца. Но никто из нас этот договор не видит. На сайте цивилизации по нашему дому в раскрытии информации нет никаких документов. И мы даже не знаем, осуществляется ли у нас уборка, не осуществляется ли уборка, моют ли, чистят. Мы не знаем ничего. Мы не знаем, есть ли у нас охрана. Но вы обязаны платить. Есть ли у нас диспетчерская. Да, но, естественно, коммунальные платежи придут. Это логично. И жилищные, и коммунальные услуги они выставят. А вот еще посмотрите на эту пчелку. Это много боль. Вот эта пчелка, это, как сказать, стихо у нас в дворах. Это красивая пчелка. На чем я не знаю? Она очень красивая. Это для сочинения. Я управляющая компания, я не знаю, передала или не передала еще. Но пчелка... Не летает, Юля, не летает, что ли? Это травма опасна для детей. Они могут здесь поставить занозы? Да, здесь остренько. И кто это... Принимала ли это управляющая компания? Не принимала. Мы не знаем. А что там? Смотри. Пчелка расколотная. И сейчас может сложиться такая ситуация, что Сэтл скажет, что управляющая компания дворы приняла. Мы не знаем, на самом деле, есть ли акт на эту пчелку, нет ли акта на эту пчелку. Идет заселение. Люди живут. Дома открыты, дворы открыты. Ворота все на распашку. И Сэтл может сказать и будет прав совершенно, что это сделали вы. И восстанавливать мы это будем. Порезаться этим можно точно. А что за меры? Ну почему нельзя было... Подожди, а это для чего? Здесь должен... Это песочница. Здесь должен быть... А это не достанет туда. И вот здесь тоже... Это как будто в лесоке, да, чтобы не мешало. И сюда надо пересыпать песок. Не, Юлька, подожди, дай я переложу... Подождите, а... А, это невидимый песок, я понял. Зато смотрите, какой классный теннисный стол. Стол классный. Особенно вечером, когда кто-то будет играть и под окнами, да? Играть, что мой, зеленые бутылки открывать? Да, да. Это гроб Чингисхана, не трогай его, пожалуйста. Затем могила Чингисхана. Яйцо Чингисхана, яйцо Чингисхана. Яйцо, да. Яйцо, да. Яйцо, да. Яйцо, да. Но, кстати, по закону он обязан предупредить, что он ведет фото-видео фиксацию. Я свое согласие не давала. Вот, вот уже, я понимаю, начинается. Тогда же ребята вызывали поликет. Они пытались, но у них ничего не случилось. Ох, какая здесь жара. Да. Это не сданная парадная. Двери шлифованные. Смотрите, как они классно сделали перила. Вот это где-то в стильке. Ну, косанули, да. Чуть совсем. Но она еще не сдана, ладно. Они еще могут здесь все исправить. Это наша территория. Это наша дорога. О, ничего себе моща какая. И нам предлагают... Да, вот это тоже прекрасное решение. Нам предлагают за этим, видимо, ухаживать. Как мы это будем делать, если это находится на открытой территории? Это отискогорка, да? Лежат через пустыню. Слушай, да, у нас есть вопрос, как сюда попасть. Когда тут еще все вырастет, но самое не хочу. Вот так. Антропива, иди сюда. Так что перед тем, как купить... Подождите, а вот там нет прохода разъема? Все это газон. Это кусты. Какой проход? Где он? Где он? Где он? Где он? Почему? Вот проход, вот, вот так надо идти. Через Бугор, да. Через Бугор. А что это площадка? Да, нет, это уже четверки. А вот то, что вот футбольная площадка и вот эта вся территория, это все в трейке. Слушай, ну дорожовато, да. Это очень дорого. Уважаемый застройщик, мы очень просим вас, мы вас слезно умоляем, пожалуйста, посадите уважаемую госпожу Семенову Анну Валентиновну за стол переговоров. Мы не хотим руганий, мы не хотим судов, мы не хотим скандалов. Мы хотим нормально жить в наших домах, чтобы у нас нормально убирали подъезды, чтобы у нас не текли потолки, чтобы у нас была нормальная охрана, чтобы наши дети играли на безопасных детских площадках. Пожалуйста, помогите нам, примите меры, хоть какие-то к управляющей компании цивилизации, чтобы они начали диалог со всеми собственниками, дольщиками, будущими собственниками жилых комплексов Солнечный город и Солнечный город резиденции. Мы хотим жить хорошо и желательно счастливо. Комфортно. Достойно, доступно. Как-то там в Солнечной городе. Ну и что, квартал счастливых людей? И камера на бугор. Давайте на счет три. Квартал или квартал, как правильно? Квартал. Квартал счастливых людей. Раз, два, три. Квартал счастливых людей. Я когда год назад снимал видео про Солнечный город, таких проблем не было. И жители как раз сетуют на качество недавно сданных домов и дворовых территорий. Мне лично непонятно, когда крупные застройщики так ложатся. Ведь накопленный ими опыт за десятилетия строительной работы нужно учитывать в каждом новом проекте. Когда создают проект, в нем учитывают прошлые ошибки. Здесь сложилось совсем иное впечатление. В видео мы увидели с вами настоящее отношение собственников к своим домам и территории, которые за свои деньги требуют качественного жилья и качественного обслуживания. Я разделяю с мамами Солнечного города их недоумение. Когда в новом только сданном доме необходимо уже заменить сервер, видеонаблюдение и систему допуска не по гарантии, а за счет жильцов. А когда мамы задают вопросы руководству управляющей компании, вместо ответов управляющая компания вызывает охрану, которую оплачивают жильцы. Также мне странно, почему молчит гарантийный отдел застройщика. Мой опыт взаимодействия с застройщиком показывает их открытость и быстрое решение вопросов. После сдачи домов застройщик передает во временное управление на 3 месяца управляющим компаниям свои объекты. И здесь задача управляющих компаний поддерживать то, что им передали застройщики. При этом вы должны понимать, что стоимость обслуживания только сданных домов должна быть минимальная, так как управляющим компаниям нужно лишь поддерживать то, что им передали застройщики, а то, что выходит из строя, ремонтировать по гарантии от застройщиков. Когда вы получаете ключи от своей новой квартиры и подписываете документы, внимательно их читайте. Никто не вправе вам не передать ключи от квартиры, пока вы не подпишете бюллетень и договор на управление с управляющими компаниями, ведь ключи от вашей новой квартиры вам обязан по договору передать непосредственно застройщик. У нас много застройщиков, и каждый хвалит свой проект, опуская нюансы. Мы им верим, верим веселым картинкам, где наши дома утопают в зелени, роскошные дворы, веселые взрослые дети, нам обещают школы и детские сады, прекрасную инфраструктуру, метро в следующем году и многое другое. А после получения ключей от заветных квартир мы окунаемся совсем в другую реальность, где обслуживание порой не соответствует нашим ожиданиям, где отсутствуют гарантийные обязательства, нет школ, детских садов, как и метро. Всегда перед покупкой квартиры в новостройке необходимо посмотреть уже сданные объекты от застройщика, поговорить с жильцами, получить независимое мнение, а не пение офиса продаж и риэлторов. Застройщик познается в гарантийных обязательствах и в соответствии рендеров с действительностью, а управляющая компания в обслуживании и поддержании того, что они приняли от застройщика. Давайте считать наконец-то свои деньги и выбирать правильных помощников и застройщиков. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами не прощаюсь и говорю как обычно, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok